Где существуют реальные угрозы и кто хочет сделать из Беларуси вторую Украину? В Дворце независимости сегодня говорили о концепции национальной безопасности. Одноименный документ обновят на 70%, свежая концепция станет своего рода ответом на документ, принятый в НАТО. Страны-провокаторы должны понимать, что может последовать в случае реальной угрозы. Но президент ставит вопросы шире. С госсекретарем Совета Безопасности Александр Лукашенко обсудил ситуацию у границ Беларуси. На юге неспокойно, но бдительность, уверен президент, не стоит терять и на западе. Так на каких примерах военные должны учиться и чему не учат в частных школах? Спойлер, безопасность здесь очень даже причем. Анна Пыш на страже национальных интересов. Здравия желаю, манерная группа. С чего начинается безопасность? С крепких границ, чуткого сна солдата или аналитического ума генерала? А может, она начинается со спокойствия и холодного рассудка гражданских? На этот счет порассуждают в кабинете президента. На стол ложится концепция национальной безопасности. Впрочем, из папки госсекретарь Совбеза при камерах даже не станет ее доставать. Нынешнюю приняли 12 лет назад. За это время изменилось, если не все, то многое. Мир стал другим, но не открытым и транспарентным, как мечталось, а склочным и агрессивным. Мы должны честно приписать те риски, угрозы, которые существуют, и наша реакция на них. Чтобы и соседи, и другие знали, как мы будем реагировать. Чтобы не говорили, что для кого-то это была неожиданность. Не надо ничего прятать. Все надо делать честно. Если мы с Россией, значит, мы с Россией. Мы создали оборонное пространство. У нас общие вооруженные силы, фактически. Наша армия на острие. Действует региональная группировка. И пусть никто там нас не критикует и не делает из этого каких-то не то фейков, не то чрезвычайных заявлений. Что ах, ох, там вот Лукашенко, российские войска и прочее. А что тут удивительно? Мы давно об этом заявили. Уже, наверное, лет 20, как мы договорились об этом. Поэтому здесь нет ничего удивительного. Ну, им надо эти чрезвычайные происшествия. Поэтому они и будут писать. Но мы все четко должны прописать, чтобы заранее все знали, и особенно в нашем обществе, каким образом мы будем защищаться, как будем обороняться. Несмотря на то, что информация, касающаяся обороны страны, во многом закрытая, саму концепцию национальной безопасности Александр Лукашенко просит сделать публичной. Ее намерены обсудить по образу и подобию изменений в Конституцию. К слову, по ней утверждение концепции прерогатива Всебелорусского народного собрания. Шестеренки новых механизмов закрутятся. Пока же закручиваются разве что гайки на границе. И на военном конфликте в Украине приходится учиться. У нас там опыт был противодействия определенный, в том числе создание батальонных тактических групп, прикрытие границей, какова сейчас ситуация, и как мы дальше там будем действовать. И как мы будем прикрывать северо-западную границу. Там, где существуют реальные угрозы. Обязательно. Это для нашей армии главное. Опять же, не надо нас упрекать, что мы там на Украине собираемся воевать и прочее. Нам надо защитить свое отечество. И что касается поддержки России, еще раз подтверждаю, через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно и не будет. Не НАТО в союзе с Беларусью хоть почему-то постоянно требует от Минска едва ли не отчетов, где танки стоят. А Альянс, меж тем, совсем недавно принял свою стратегическую концепцию. В ней расширение на восток, черным по белому. Идет усиление военной активности, наращивание военных группировок, в том числе на границах с Республикой Беларусь. Увеличивается количество учений, увеличивается численность военнослужащих, объединенных вооруженных сил блока НАТО. Их насчитывает до 37 тысяч человек, свыше 200 танков, 800 бронированных машин. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот эта военная активность, вот это военное присутствие, конечно же, не может не волновать и не вызывать беспокойство, и не угрожать безопасности Республики Беларусь. Поэтому наша концепция национальной безопасности, она как раз вырабатывает основные механизмы противодействия вот этим вызовам и угрозам. Где тонко, там и рвется. И чтобы прорывов на границе не было, нужно тренироваться. Тренироваться, Родину защищать. Учения свет считают и в Минобороны, а потому регулярных проводят. Командно-штабные закончились на прошлой неделе. Александр Лукашенко попросит не пускать пыль с полигонов в глаза. Хорошего было много, по моим данным. Но вы мне должны меня проинформировать, а что вскрылось? Ну, не негативно, допустим, над чем еще надо работать. Ситуация очень серьезная, я бы даже сказал опасная. Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит, надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, те, которые приписаны к этой части. Значит, надо ее отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит, надо. Надо народное ополчение проверить там, на месте, что это за бойцы у нас будут и какое у них оружие. Значит, надо. Другой вопрос, что навыки оттачивать нужно не только в штабах и на полигонах. Сила слова против летящего снаряда. Такова война в 21 веке. Но ладно бы так. Куда мощнее порой сила фейка. Правда, выйдет наружу, но на это понадобится время, а его обычно нет. Роль Совета безопасности в защите информпространства будет усилена. Информационная война – это очень опасно в современном мире. Начиная, опять же, от газеты, районки и прочей какой-то газеты частной, и заканчивая интернетом. Везде должны активно работать. Скажу откровенно, администрация президента немножко в этом плане не вытягивает, не дорабатывает. Особенно по серьезным направлениям. Я абсолютно согласен с вашим предложением, что госсекретарь к этому должен быть подключен. Не надо нам фейки. Нам надо показывать реальную действительность. В конце концов, это побеждает. Фейк – это на день, на два. А потом все это развеется. Поэтому не надо фейки. Не надо давать ложную, неправильную информацию. Надо делать все достойно, красиво, чтобы потом не оправдываться. Фейк – не всегда заранее придуманная ложь. Всего пара деталей может кардинально изменить восприятие ситуации. И вот пример, в который Александр Лукашенко погрузился сразу по прилете из Самарканда. За время пути история смогла слухами обрасти. В интернете раскручивался вопрос, что где-то в какой-то частной школе или возле частной школы ученик выстрелил с пистолета, попал девочке в глаз, она была в очках. Об этом это не пишут. В очках повредил глаз. Это был не какой-то там травматический пистолет. Это был детский пистолет. Детский пистолет с резиновыми, так называемыми, шариками этим. Он попал, разбил стекло и повредил глаз. Из этого сделали чрезвычайщину. Я поручил разобраться. Оказывается, в этой школе аж 26 учеников. Она зарегистрирована на территории частного какого-то предприятия, которое ни черта не делает по уставу. Начали разбираться, а там руководство школы, ну это по первой информации, на дух не воспринимают государство белорусское. Поэтому я поручил немедленно ввести лицензирование со вчерашнего дня. Народное образование, школы, вузы, это не та сфера, где мы шутить должны. От частного к общему. Пример индукции от президента. Историю Александр Лукашенко считает показательной и задается вопросом, когда бы навели порядок в системе частного образования, не обратен внимания на этот инцидент. Мы начинаем потихоньку успокаиваться. Все у нас хорошо после 20-го года. Нам нельзя успокаиваться. Мы в этом котле. Нам спокойно жить не дадут. Нас все время будут давить по всем направлениям. А эти, сведомые, это враги, понимаете? Это уже враги, если не понимают, что происходит вокруг. И создают тут проблемы. Они все время будут крутить, мутить и подкидывать нам эти вопросы. А потом в нужный момент опять пойдут громить, бомбить, издеваться над людьми. Все больше и больше получаю информации, что те беглые, их родственники тут залегли тихонько, отлежались. Сегодня разворачивают бизнес и прямо говорят о том, что вот мы тут сейчас денежек поднакопим, а потом мы тут устроим бучу. А в Украине уже создаются некие не то полки, не то батальоны. Это вы прекрасно знаете. Для свержения не только власти, но для того, чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Ну, опять хотят новую Украину здесь, в Беларуси создать. Это недопустимо. И это к разговору о роли Совета безопасности. Она должна быть усиленной в части взаимодействия с ключевыми органами власти. Не хватает дисциплины. Поэтому вам надо взять на контроль в этом плане, это мое поручение госсекретариату и вам, как госсекретарю, всех, кто ответственны за исполнительскую дисциплину. Мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в стране. Большой разговор об обороне страны намечается с подачи президента. К военным он обратится, а пока просит гражданских понять. Национальная безопасность – это не только сильная армия и современная инфраструктура. Это еще и порядок в головах и на местах. Анна Пыш и Сергей Янковский. Наши новости. ОНТ. Референдум, на котором жители самопровозглашенных республик и освобожденных регионов сделают свой выбор. Власти Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья заявили, что выносят на всенародное обсуждение предложение о вступлении своих субъектов в состав России. Референдум в этих регионах пройдет с 23 по 27 сентября. Такое количество дней на голосование обусловлено вопросами безопасности. Делается это и для того, чтобы участие приняло как можно больше людей. Волеизъявление будет смешанным, то есть проголосовать можно как на участках, так и дистанционно. Основное время, которое мы заложили для референдума, это проголосование, которое будет проводиться вне избирательных участков, чтобы не создавать массовое ископление людей. И один день уже непосредственно для тех, кто хотел бы уже проголосовать в правильном участке, также соблюдение мер безопасности будет предоставлена тоже такая возможность. Принято решение проводить референдумы таким образом, чтобы не было массового скопления людей, сборов в одном месте в короткое время. Поэтому мы видим, что референдумы растягиваются во времени, на несколько дней, плюс не только в привязке к избирательным участкам, но прежде всего и с возможностью прийти к каждому человеку домой конкретно, чтобы голос каждого был услышан. То есть именно для того, чтобы террористы режима Зеленского не могли обстрелять и не могли пролить кровь. О планах провести референдум власти совопоразглашенных республик заявляли еще до начала спецоперации. После о желании выйти из состава Украины заявили в Херсоне и Запорожье. Власти этих субъектов также обратятся к непредвзятым иностранным государствам с призывом направить наблюдателей на референдумы. Экономика, социальная сфера, конституционные преобразования и международное сотрудничество. Именно эти четыре блока вопросов в центре особого внимания белорусских парламентариев. Сегодня депутаты и сенаторы открыли новый законотворческий сезон, рассмотрев первый пакет документов. Что уже обсудили и над какими законопроектами продолжают работу, расскажет Илья Соболев. Первая сессия в новом формате с учетом внесенных поправок в Конституцию. В феврале белорусы сделали свой выбор, обновив главный закон страны в соответствии с требованиями времени. Основные постулаты приняты, теперь слово за законодателями, которым необходимо внести ряд изменений в различные правовые акты. Кстати, обновленная Конституция серьезно повышает вес парламента в системе государственных органов. А потому эту сессию без преувеличения можно назвать исторической. Несмотря на санкции, Беларусь развивается. С этих слов начнет свое выступление глава парламента. Стабильно функционирует финансовая система и ключевые предприятия реального сектора. Надежно обеспечена продовольственная безопасность. Растет положительная сальдо торгового баланса. Изолировать Беларусь не получилось. Мы лишь укрепляем сотрудничество со своими стратегическими партнерами. Пример тому широкий круг законопроектов по углублению взаимодействия с государствами ЕАЭС. В целом законопроект предполагает более 130 поправок в узком профиле сферы деятельности налоговых органов, таможенного комитета. Отдельный блок расширяет полномочия Евразийской экономической комиссии. Предлагается сегодня расширить полномочия принятия антидеппинговых мер, взимание косвенных налогов и контроля за их расчетами. Ситуация в мире меняется стремительно и порой непредсказуемо. А потому в условиях острой международной конкуренции государство обязано действовать на упреждение. Защита предприятий, сохранение трудовых коллективов, содействие развитию деловой инициативы сегодня крайне важные направления работы белорусского парламента. Сегодня наша комиссия очень усиленно готовит ко второму чтению законопроект об урегулировании неплатежеспособностей. Те новеллы, основные новеллы, которые в этом законопроекте прописаны, они помогут нашим предприятиям, которые сегодня попали в трудную ситуацию, в дальнейшем выйти на тот уровень, чтобы можно было дальше существовать. Повестка дня сессии будет наполняться, в том числе и законопроект, который рассматривался в главе государства, это по вопросам развития предпринимательства. Еще один серьезный пласт для законотворчества – перераспределение властных полномочий. Так регионы получат большую самостоятельность. Например, в тех же насущных вопросах ЖКХ. Законопроект сегодня рассмотрели в первом чтении. Нареканий на работу сферы все еще хватает, особенно когда дело касается скорости принятия решений. Аукционы, переговоры, тендеры – если они затянулись, то это непременно сказывается на качестве услуг. Сейчас дается право исполнительным распорядительным органам на местах назначать решениями исполнителей этих жилищно-коммунальных услуг, то есть из организаций с коммунальной формой собственности. Когда мы дадим полномочия именно исполнительным властям на местах, то есть по выбору непосредственно, или это будет через процедуру выбираться исполнитель, или это через назначение соответствующим решениям, то есть мы планируем, что все-таки более оперативно будет реагировать власть на местах на обращение граждан. В первом чтении депутаты также одобрили поправки в закон о трудовых отношениях. Все новшества – это предложения граждан, которые звучали на диалоговых площадках. Так предлагается дополнить трудовой кодекс с нормами, которые будут устанавливать гарантии для работников при прохождении ими диспансеризации в организациях здравоохранения. Мы должны заинтересовать не только работника, но и нанимателя, чтобы человек работающий мог пройти профилактический медосмотр. Скажем так, подход будет дифференцированный в зависимости от возраста, будет предоставляться один или два оплачиваемых дня для того, чтобы человек прошел диспансеризацию. Это очень важно. Также расширяются гарантии для предоставления отпуска работникам, которые изъявили желание пройти и обучиться, получить среднее специальное образование и высшее образование. Это тоже очень такая серьезная новация. Защищаться от любого посягательства на страну, чтобы сохранить свой суверенитет и безопасность. Этот тезис сегодня прозвучал в Совете Республики. Среди важных акцентов необходимо активнее отстаивать интересы страны на международных площадках. Да, позицию официального Минска не везде даже дадут услышать. Однако и дружественных нам структур, в том числе и парламентских, достаточно. Голос Беларуси должен звучать в полную силу. Эта задача не менее важная, чем основная миссия парламентариев. Сейчас наши парламентарии работают над 40 законопроектами, и половину из них планируется рассмотреть уже в самое ближайшее время. Вообще, нынешний сессионный период особенный, он продлится почти год. А значит, принимать изменения в законодательство депутаты и сенаторы смогут еще оперативнее. Илья Соболев, Сергей Вяль, наши новости. Почти 6 миллиардов рублей за неполный год в бюджет страны принесла таможня. О ее работе, антисанкционной реакции и новых функциях президенту доложил председатель Государственного таможенного комитета. Александра Лукашенко интересовала, как обстоят дела на границе, но уже под экономическим углом. Говорили о развитии таможенной инфраструктуры после демарша западных коллег. Были общие проекты и финансовые договоренности. Как таможня ответила на санкции в отношении транспортных компаний и как перестроилась? На вас возложена самая основная функция на переднем рубеже в экономике по контролю за выполнением тех мероприятий антисанкционного характера. То есть наши ответные меры. Европейский Союз в свое время финансировал некоторые совместные программы в сфере таможни, прежде всего, на нашей границе. В свое время они прекратили нам помогать, нас поддерживать в этом плане, отказались от исполнения программ. Ну, это свинство полное. Пообещали, договорились, а потом на это все плюнули. Мы смогли заместить их отсутствие своими мерами. Я хотел бы, чтобы вы дали оценку нашим действиям и как вы, прежде всего, действуете по направлению противодействия санкционным мерам стороны Запада. То, что запретили въезд нашим грузовикам и белорусским, и российским в Евросоюз, это наложило серьезный отпечаток на нашу работу. Но мы в течение недели организовались. У нас для этого уже были логистические центры вдоль границы. Мы добавили еще ряд площадок, оборудовали, перевели личный состав, круглосуточный режим. И вот работу, вот эту перецепку, перегрузку наладили буквально за неделю. То есть заехала фура, отцепляй или перегружай товар, выезжай в Евросоюз, дальше работаем мы и россияне. Абсолютно верно. Задействуем наших перевозчиков. Но обсудили на встрече не только рабочие моменты, ведь сегодня у таможенников профессиональный праздник. У вас же праздник сегодня, поэтому с днем таможенника, таможенной службы. Ребята этого заслуживают. Передайте им самые добрые пожелания от моего имени. Они выполняют очень важные функции. Дай бог, чтобы это всегда было достойно. Тысяча перецепок и четыре сотни перегрузок в сутки. В таком ритме работает таможня. Одновременно оформляет грузы, чтобы экономить время перевозчиков. Даже в ожидании люди должны чувствовать себя комфортно, поэтому создаются специальные площадки. Это было поручение президента. Александр Лукашенко не против и новых компетенций комитета. Одобрен был наш подход, который мы разработали совместно с пограничниками, о передаче отдельных функций от погранслужбы, таможенной службы. В первую очередь, это паспортный контроль в отношении грузовиков, как автомобильного транспорта, так и железнодорожного транспорта. К концу следующего года во всех пунктах пропуска в отношении грузовых транспортных средств паспортный контроль будем осуществлять именно сотрудниками таможенных органов. Свои планы по реконструкции пунктов пропуска комитет не меняет. До конца года закончит модернизацию. Силы и средства есть, несмотря на уход европейских партнеров. Торжественные церемонии в день таможенник прошли в каждом регионе. В этот символичный день молодые специалисты принесли присягу. Принять средину. Товарищ советник таможенного службы первого ранга. Должны лица Брестской таможны для принесения присяги построены. Брестская таможня одна из крупнейших в стране. Сегодня ее ряды пополнили более 20 человек. Только за прошлый год специалисты пресекли более 70 фактов незаконного ввоза медпрепаратов и наркотиков. Один из самых резонансных – трафик из Польши. 160 килограммов гашиша. В профессиональный праздник 9 работников таможни получили высокую награду – медаль за безупречную службу. Испытываю чувство гордости. В первую очередь за свой коллектив, который, награда так и называется, за безупречную службу. Это уже вторая степень у меня награды, что мой коллектив не подвел меня, будем так сказать, как руководителя своего, не подвел саму таможню. Очень волнительное событие для любого должностного лица таможенных органов, который только встал на свой профессиональный путь. Особенно приятно, что это происходит в наш профессиональный праздник. Брестское таможне – это 10 постов и 23 пункта оформления. В планах реконструкция пунктов пропуска Козловичи, Варшавский мост и Макраны. А также новые проекты для совершенствования приграничной инфраструктуры. Решение кризиса в партнерстве и кооперации. Беларусь и Башкортостан намерены выйти в этом году на товарооборот в 300 миллионов долларов. Но это только начало. Цель – миллиард, которую поставил президент Беларуси, стороны уверены – вполне достижима. Эти переговоры в новых реалиях. Внешнее давление направлено на уничтожение экономики. А совместно можно противостоять всем угрозам и вызовам. Точки роста партнеры видят в производственной кооперации, особенно в промышленности. Ведь сейчас важно заместить импорт. Беларусь всегда готова подставить плечо союзникам. В Башкортостан мы поставляем МАЗы, тракторы, зерноуборочную технику, погрузчики. К слову, Амкадор готовит к запуску совместный с Башкортостаном проект предприятия по производству техники. А открытие нового дилерского центра МАЗ в ближайшее время придаст дополнительный импульс сотрудничеству в промышленной сфере. У нас сотрудничество многоплановое. Это не только экспортно-импортные взаимные поставки, которые тоже в этом году демонстрируют хороший результат, но и кооперационные проекты. Это крайне важно для того, чтобы мы смогли объединить наш научный и производственный потенциал. Об этом тоже сегодня шла речь. И в этом вопросе мы имеем полную поддержку от наших башкортостанских друзей. Ну и, конечно же, мы сегодня, наверное, только стартовали переговоры. В течение и сегодняшнего вечера, и завтрашнего дня будем, как говорится, докручивать все нюансы. Мы договорились создать долгосрочную программу. И это, наверное, одно из важных итогов нашей сегодняшней встречи. Что очень важно, сегодня мы наметили еще одну новую точку – это станкостроение. Потому что в нашей предприятии испытывают недостаток станков, которые по тем или иным причинам сейчас не поставляются в нашу республику. Поэтому мы продумались, что вместе нам подумать бы о более глубокой кооперации, создание некого такого мощного станкостроительного кулака, что ли, или мощного станкостроительного кластера, для того, чтобы и заполнить наши потребности, и, может быть, обеспечиться станками предприятий Российской Федерации и Беларуси. Также наша делегация посетила сегодня Центр управления республик. Очень позитивный опыт. В одном месте специалисты мониторят ситуацию даже в самых отдаленных уголках региона и помогают людям решать самые разные проблемы, как локальные, так и системные. Речь о коммунальных и социальных вопросах, СМИ, обстановке в школах и детских садах, и даже в ходе уборочной. А уже завтрашний день пройдет под знаком укрепления международного сотрудничества и развития совместных бизнес-проектов. Ожидается, что будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве. Развязка в грузинской драме с заложниками. В здании банка в Кутаисе, где вооруженный мужчина весь день удерживал 12 человек, ворвался спецназ, преступник арестован, заложники освобождены, по предварительной информации никто не пострадал. Задержанного увезли, в отношении него возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, его зовут Давид, ему до 45 лет. На ограбление, возможно, решился после недавнего возвращения из-за иммиграции, из-за серьезных финансовых проблем. По словам очевидцев, на его одежде были закреплены провода. Он утверждал, что это бомба. Кроме того, в руках была граната, а в кармане нож. Сначала требовал 2 миллиона долларов, потом снизил сумму выкупа до полутора миллионов. Он также заявлял, что собирается покинуть Кутаиси на вертолете, который должно было предоставить МВД. Похоже, европейцы в скором времени решаться и не на такое. До чего еще может довести энергокризис? Как пишут СМИ, в преддверии зимы в Европе началось воровство дров. Их крадут прямо с грузовиков, а в интернете затем появляются сайты, на которых мошенники продают несуществующий товар. Больше всего в ЕС от энергокризиса пострадала Германия. По данным аналитиков, многие немецкие домохозяйства будут тратить до 30% своих доходов на электричество. Здесь даже подумывают о выводе из резервов АЭС. Изначально планировалось, что Германия откажется от атомной энергетики. В начале года даже отключили три из последних шести атомных электростанций. Но теперь Берлин намерен вернуться к их эксплуатации, несмотря на позицию правительства. Рекордно ранним в этом году оказался отопительный сезон в Беларуси. Первыми марафон горячих батарей запустили столица Яминская область, а также Могилев. На очереди остальные регионы. Синоптики прогнозируют дальнейшее понижение температур. Поэтому все тепловые системы страны в боевой готовности. Антон Ковальчук. Уют в каждый дом. К холодам столица приготовилась заранее. Поэтому сейчас все системы работают бесперебойно. Отопление начали включать в социальных объектах. Детских садах и школах, медучреждениях, гостиницах, библиотеках. График подачи тепла в квартиры мэрия утвердит позже. Все ЖКХ готовы, необходимые документы на руках. Выполнены все необходимые профилактические мероприятия, плановые мероприятия, ремонты. Получены паспорта готовности на все объекты жилищно-коммунального хозяйства. Выполнено заполнение системы отопления для запуска системы отопления. На сегодняшний день жилфонд полностью готов к началу отопительного сезона. Предшествовала этому большая работа. В дело включились ремонтники, сантехники, слесари, инженеры, контролеры. Обновить, не допустить поломок и сбоев в системе, уложиться в подготовительные сроки. Подготовлен 481 жилой дом к запуску отопления. Выполнялись обществительные работы по утеплению фасадов. Выполнялись работы по остеклению контура. Выполнялись работы по замене теплообменников, по профилактическому обслуживанию, ремонту запорно-регулирующей арматуры, трубопроводов, системы отопления. В соцобъектах уже теплеет. Что же с жилфондом? Если нет специальных отопительных приборов и котлов, холодно спать, мерзнут руки, верхнюю одежду с улицы можно не снимать. В прошлом году батареи в Минских квартирах потеплили рано. 22 сентября. Это был рекорд за долгие годы. В 2020-м пришлось дожидаться аж 13 октября. Как будет в этот раз, специалисты говорят, все напрямую и исключительно зависит от показателя термометра за окном. Согласно регламенту и нормативам, в жилфондах потеплеет при среднесуточной температуре плюс 8 градусов в течение пяти суток. Пока конкретная дата не называется. А некоторые регионы еще на завершающей стадии готовности. В соцобъектах Минщины хоть и потеплели батареи, но паспорта пока у 80%. Благо с запасами топлива порядок. Пополняются в штатном режиме. Мы еженедельно делаем мониторинг. Вообще в целом по подготовке к осенне-зимнему периоду у нас разработаны организационно-технические мероприятия, которые, значит, каждый район и каждая организация, которая расположена на территории Минской области, она отчитывается. И в том числе мы просим всегда указывать и проблемные вопросы. Никаких у нас было бы с полком таких проблемных вопросов не поступало, которые требуют решения на областном уровне. Отопительный сезон пришел. Белорусы логично задаются вопросом, вырастут ли тарифы на коммуналку. В министерстве ЖКХ успокоили. В жировках будут цифры, которые видели в прошлом сезоне. И пересмотров не будет. Цены на топливо остались прежними. Несмотря на то, что сроки отопительного сезона в последние годы постепенно увеличиваются. Антон Ковальчук, Дмитрий Лац. Наши новости ОНТ. О героическом наследии в год исторической памяти. В Великую Отечественную на защиту белорусского народа встали десятки тысяч людей разных национальностей. Многих из тех, кто буквально творил историю, не забудут никогда. Например, командира словацкого партизанского отряда Яна Налепку. Его сегодня вспоминали в Ельске. В годы войны он сформировал антифашистскую группу и вместе с ней перешел на сторону Красной Армии. О герое, который стал родным белорусскому народу, Максим Вечерков. Ян Налепка, сельский учитель, который родился и вырос в Словакии. Работал в школе, пока его не призвали в Словацкую армию. В 41-м по приказу правительства он отправляется на советско-германский фронт. Прибывает в Ельский район. На оккупированной территории ему поручают охранять вокзалы и мосты. Но Словак, назначенный на должность начальника штаба, отказывается выполнять фашистский приказ. Создает подпольную группу и устанавливает связь с советскими партизанами. Ян Налепка жил здесь недалеко у нас по улице Советской. И сразу же, как только он зашел в дом, первое дело, что он сделал, это снял портрет Гитлера, который там остался от немцев. Хозяйка сначала сказала сразу же ему, что вы делаете, не убите. Но Ян Налепка сказал, мамечка, не бойтесь, все будет хорошо. В мае 43-го Ян Налепка с группой офицеров перешел на сторону советских партизан. Его назначили командиром отряда, сформированного из бывших словацких военнослужащих. Позже антифашисты неоднократно отличались в боях с захватчиками. Сегодня мы должны помнить героев, которые своим мужественным подвигом совершили ратные дела на благо нашего Отечества вдалеке от своей Родины. Ведь мы помним, какой ценой нам досталось мирное небо. Победы Словак Налепка, к сожалению, не дождался. Он погиб в бою за освобождение города Овруч, Житомирской области. За умелое командование партизанским отрядом и героизм гражданину Словакии присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно. 110-й день рождения борца антифашисток. Мемориалу в его честь цветы и венки от белорусского и словацкого народов. Значимое очень важное, потому что Ян Налепка – это один из очень малых иностранцев, которые награждены орденом Героя Советского Союза. И он у нас очень известен. Значит, это то, что соединяет Беларусь и Словакию, а точно Ельский и Словакию. Тоже говорят, что Словакия и Беларусь они похожи, и народ похож. Потому что наши языка очень похожи. Значит, Беларусь можно сравнить и Словакией. С послевоенных лет и до сегодняшнего дня память о подвиге Словака не стихает. Его именем названа одна из центральных улиц и школьная пионерская дружина. А на доме, где он останавливался в годы войны, установлена мемориальная доска. На ней так и написано. Здесь проживал Герой Советского Союза, национальный герой Чехословакии Ян Налепка. Но, к сожалению, в наше время меняется ориентация к этим людям, которые активно участвовали в борьбе против немецко-фашистских захватчиков. Сносятся памятники, сносятся памятные доски, захоронения участников войны. Особенно это касается Прибалтики, Польши. Да и эта волна коснулась и Чехии, и Словакии. К сожалению, а у нас мы не вправе забыть этого человека, вообще, кто участвовал в сопротивлении против немецко-фашистских захватчиков. Это наша святообязанность, это наш долг. История не молчит, она последовательно напоминает нам о главных событиях и людях на пути к победе. Великую Отечественную советский народ выиграл только благодаря сплочению народов многих стран. Только так можно было победить фашизм. Дипломатические отношения между Белоруссией и Словакией установлены в январе 1993 года. И важно, что сотрудничество двух государств пересекается в вопросах исторической памяти. Максим Ючерков, Владимир Пятенев. Наши новости. Гомельская область. В афише Горьковского театра новое название. «Месяц в деревне». Первая премьера юбилейного 90-го сезона. Пьеса Тургенева знаковая. На русской сцене ставил Станиславский. И у нас за классику взялась народная артистка Клебанович. В спектакле звездный актерский состав. Старые знакомые предстанут не в своем амплуа. Сегодня начались прогонные репетиции в костюмах. Александр Матяс, жаркая пора. Горьковцы распутывают Тургеневский клубок. Дебютный опыт. 90-летний театр ранее не представлял «Месяц в деревне». Длинная, скучная, так критики считали пьесу 1850 года. Сердечная история стала одной из самых репертуарных в мире. Сегодняшний день требует другого совершенно повествования. Чтобы было все в ритме и недолго. Думаю, что не пострадала пьеса сильно. От того, что мы чуть-чуть прошли с корректурой. Меня ассоциируется с музыкой Шопена. Она такая изящная. Как Полина Виардот. Да. Хрустальная пьеса. В этом месяце народная артистка по ту сторону рампой Клебанович. Режиссер-постановщик отыграется за несыгранную роль. В 80-х идея спектакля по Тургеневу в Горьковском не увенчалась премьерой. Теперь самое время, чтобы и костюмчик сидел. Актеры все безумно заняты всегда. И дождаться на примерку тоже достаточно сложно. Хотя они очень дисциплинированы. Очень заинтересованы в том, чтобы получилась красивая работа, которая проводится в цеху. Она вся кутерная. Этого требует сама тема. Потому что женщина такая нежная, вся такая в кружевах, в кружевах. Титульная героиня опытная и юная соперницы. Месяц деревни, любовный четырехугольник. И Шекспир такого не писал. Спрятаться за декорациями не получится. Честен, умен, по-своему несчастен. В кино ракитен. В лице звезды Голливуда Файнса. По тому тексту, который я вижу, его можно представить как абсолютно злого человека. На самом деле. Его никто никогда так не играл. Думаю, что я не меняю амплуа. Я просто постоянно копаю в себе и обнаруживаю то, что там есть. Прогонные репетиции, своеобразная монтировка. Все, что найдено, сводят воедино. Сократят реплики. Сейчас больше двух часов. Месяц деревни. Работа сложная и технически. Уточняют цветовую партитуру. Обещают настоящую грозу на сцене. У Тургенева подзаголовок комедия. В театре уточнили лирическое. Но по всем приметам, это скорее драма любви для зрителей старше 14 лет. Наш первый месяц в деревне. На субботнюю премьеру в театральной кассе билетов почти не осталось. Этот тургеневский клубок из хороших ниток. И у гориковцев должен получиться кружевной спектакль, где игра актеров на все пять принципов по Станиславскому. Александр Матиас, Александр Автухов. Наши новости. Завтра, 21 сентября, погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, на фоне которого станет проходить малоактивный атмосферный фронт. Он принесет прохладные воздушные массы с севера и дождевые облака. По данным Белогидромета, в среду облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку, днем на большей части страны кратковременные дожди. Ночью утром в отдельных районах туман, видимость до полукилометра, влажность до 90%. Ветер северный, северо-восточный, ночью слабый, днем умеренный. Атмосферное давление будет слабо расти. Температура воздуха утром от плюс 7 по северу до 10 по западу и юго-востоку. И с учетом влажности и ветра по ощущениям немного холоднее. В середине дня столбики термометров на отметках от 11 по Гомельской области до 14 градусов по Минской. К вечеру от 9 по северо-востоку до 11 по западу. До выходных сохранится влияние неустойчивой прохладной воздушной массы северных широт. Будет облачно с прояснениями, посеместно пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный, умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью плюс 3,9, днем от 9 по северо-востоку до 15 по юго-западу. И предварительно в выходные погода существенно не изменится. На этом у меня все. Еще больше о погоде и не только в нашем телеграм-канале Рябов ответит. Подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok